Доброе утро, уважаемые коллеги, уважаемый президиум. Тема нашего доклада является определение экспрессии молекулярных маркеров как способ выделения патогенетических прогностических подгрупп больных плоскоклеточным раком головы и шеи. Дело в том, что за последние десятилетия значимым достижением онкологии явилось разделение плоскоклеточного рака головы и шеи на две подгруппы. Извините, пожалуйста. На две подгруппы ВПЧ-позитивный плоскоклеточный рак головы и шеи и ВПЧ-негативный. На слайде представлен механизм ВПЧ-ассоциированного к консергенезу. Как мы видим, патогенез основывается на воздействии белков Е7 и Е6 вируса папиллома человека. Белок Е7 связывается с белком РБ ретинобластома человека и высвобождается этот транскрипционный фактор Е2Ф, который отвечает за экспрессию значимого числа генов клеточного цикла. Второй белок Е6 ведет к полюбиквитированию П53, выходу из ядра и его разрушению. Таким образом, у нас происходит остановка ингибиторного влияния экспрессии П16 как ингибитора циклинозависимых киназ и происходит его экспрессия. Но по поводу мутации П53 нет однозначного ответа, потому что в большинстве работ показано, что мутации П53 не влияют на ВПЧ-ассоциированный канцерогенез. Целью исследования явилось выявление экспрессии молекулярных маркеров П53 и П16 и оценка их влияния на клинико-морфологические характеристики, опухоли и показатели общей выживаемости больных плоскоклеточным раком головы шеи. В исследование включено 55 больных из 44 мужчины и 11 женщин, которые наблюдались в онкодиспансере города Краснодара с 11 по 14 года. Средний возраст составил 56,5 лет. Проспективно выполнено исследование морфологические и иммуногистохимический анализ с экспрессией П16, П53. Характеристика пациентов в основном в исследовании преобладали местно распространенные формы, третья, четвертая стадия. И по поводу лечения очень маленький процент пациентов были подвергнуты только хирургическому лечению. В основном это были комбинированные методы, хирургический метод с лучевой терапией или химиотерапия с лучевой терапией. По локализации корень языка встречался в 22% случаев, небные миндали на 27%, стенки ротоглотки в 20% и мягкое небо и тело языка 16% и 15% составили. Степень дифференцировки в основном это была умеренная степень дифференцировки опухоли. Паттерн экспрессии белка P16 среднее значение было 22%. И мы разделили уровни экспрессии на 4 градации. По баллам окрашивание от 0 до 10% считалось как 1 балл. От 11 до 42 балла, от 40 до 73 балла и более или равно 70% означало как 4 балла. Большинство пациентов имели экспрессию P16 в 1 балл, но также у нас были пациенты, которые имели экспрессию более или равно 70%. 18% больных были в АПЧ ассоциированным раком головы и шеи больные. По поводу экспрессии P53 средний уровень составил 62%. И мутация, которая характеризуется уровнем иммуногистохимической экспрессии маркера от 25% у нас была в 78% случаев получена. Ниже представлены рисунки экспрессии P16 белка. Мы оценили корреляцию клиник морфологических параметров с экспрессией молекулярных маркеров. Здесь у нас получилось, что экспрессия P16 более или равная 40% характерна была для женщин. И неороговевающая морфология опухоли тоже характеризовалась этой экспрессией. Также эта экспрессия ассоциирована с поражением региональных лимфоузлов. Экспрессия P53 коррелировала со степенью дифференцировки опухоли. А также мы провели анализ связи молекулярных маркеров с локализацией. И получили, что уровень экспрессии P16 более равный 40% характерен для нёбных миндалин. Что касается оценки взаимосвязи ВПЧ-статуса и мутации P53, то они никак не связаны, не было значимой ассоциации, ни обратной, ни прямой. Также мы оценили общую выживаемость в зависимости от экспрессии этих маркеров и их комбинации. И у нас получилось, что при экспрессии P16 в 3 балла, то есть более или равно 40%, у нас имеется статистически значимое различие в общей выживаемости и трёхлетней выживаемости. И в основном это связано с местно распространёнными формами на втором рисунке. При первой и второй стадии такой значимости у нас не было в различии. На третьем рисунке изображена общая выживаемость в зависимости от экспрессии P53. И мы здесь видим, что у нас не было никаких значимых различий. Ниже оценка проведена в значимости корреляции комбинации экспрессии P16 и P53 гиперэкспрессии. Также у нас выявлена ассоциация, корреляция. Имеется различие при присутствии этой комбинации. Дольше живут пациенты статистически значимо. И это статистически значимое различие обуславливается именно местно распространёнными формами третьей-четвёртой стадии. Таким образом, мы можем сделать выводы, что клиникаморфологические различия в зависимости от экспрессии P16 свидетельствуют о разных патогенетических механизмах плосклиточного рака. Экспрессия P16 уже более или равна 40% может использоваться в прогнозировании метастатического поражения лимфоузлов. При наличии экспрессии P16 более или равна 40%, то есть это 3 балла, больные живут достоверно дольше и показатель трёхлетней общей выживаемости достоверно выше, чем при другом варианте. Экспрессия P53 не влияла на показатели общей выживаемости. Больные с комбинацией уровня экспрессии P16, равную 3 и 4 баллам, и P53 гиперэкспрессии живут дольше, трёхлетняя выживаемость достоверно выше. И обосновано разделение больных плосклиточным раком головы шеи третьей-четвёртой стадии на молекулярные подтипы по показателям трёхлетней общей выживаемости. Благоприятный прогноз у нас характеризуется экспрессией белка P16 более или равна 40% и комбинация экспрессии P16 более или равна с гиперэкспрессией P53. Спасибо за внимание. Продолжение следует...